Фестиваль для гурманов. В Ивановском колледже сферы услуг прошел девятый межрегиональный фестиваль кулинарного искусства. В этом году участие принимают 35 студентов колледжей из Ивановской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Ярославской областей. Один из самых напряженных для участников – это конкурс поварского дела. Здесь ребята могут показать все свои навыки кулинарные, навыки владения с ножом. За 30 минут ребята должны были приготовить холодную закуску. Это яйцо под майонезом с дополнительным гарниром. Плюс обязательно какое-то оформление. Именно здесь приготовленное уже. Всем участникам на этой площадке выдают одинаковые ингредиенты, которые необходимо превратить в красивое и самое главное вкусное блюдо. Работа по-настоящему ювелирная. Я считаю, что я не так распределила время, конечно, можно было лучше, но достаточно. 30 минут. Потому что изначально говорили, что будет 20 минут, и время я свое планировала на 20 минут. Поэтому как раз все уложилось. Вроде бы такое обычное название из сборника рецептур. Но я решила внедрить туда элементы молекулярной кухни. Я поставила даже умные чипсы. Ну, можно было свой элемент приготовить. И подкрасила желе. Вроде бы обычный ланспик, желе шел. Но он теперь у меня такого свекольного цвета. Но это только первый этап. На следующем молодые повара представляют на выставке-конкурсе домашнюю работу. Банкетное блюдо. Отдельный конкурс для официантов. Здесь участники подготовили идеально сервированные столики, как в лучших ресторанах. Тема фестиваля посвящена родному краю. И ивановские студенты подошли к сервировке с фантазией. Вообще, я увидела очень много новых элементов, которые представили участники. Очень приятно. Действительно, серьезно подходит к этой подготовке. И вообще, такие конкурсы нужно проводить. Потому что даже для ребят, которые учатся по другой специальности или профессии, это очень интересно. Это побуждает к творчеству. Не обошлось, конечно, и без конкурса кондитеров. Самая сладкая площадка в этом году удивляла и жюри, и зрителей тортами в виде достопримечательностей и визиток городов. Например, Шуйский колледж подготовил торт в виде гармошки. А для гостей совсем рядом развернулась площадка с мастер-классами. Это мастика. Ее готовят из маршмеллы, патоки и в конце добавляют сахарную пудру. Делаем фигурки. Можно облегчить торты кондитерские и украшать им. Это довольно просто. В принципе, как лепить из паселина. Когда его разминаешь, он такой же мягкий становится. Ну, это как бы такая ручная работа. Кроме украшения тортов, можно было попробовать слепить фигурки из слоеного теста, а также попытаться вырезать цветы из овощей в технике карвинг. Для всех участников этот фестиваль не просто кулинарный поединок. Это способ научиться чему-то новому, обменяться опытом и идеями. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.